Рассмотрим основные инструменты трансформации в 3ds Max. У нас есть определенная композиция, ряд объектов, с которыми мы хотим поработать. Для того, чтобы начать манипуляции с объектом, объект необходимо выделить. Мы можем использовать следующие команды трансформации. Всего мы видим здесь 3 команды трансформации, которые там представлены. При активации на первую команду, которую мы рассмотрим, мы увидим, что на объекте появляется управляющий элемент, который называется Gizmo. В данном случае он состоит из трех осей, то есть такой вот трипод. Каждая из осей у нас подписана. Относительно определенной точки этот объект управляющий располагается. У каждого объекта в 3ds Max есть специальная точка. Это не центр геометрический объекта, это так называемая опорная точка. Она может располагаться в самых различных частях. Соответственно и все команды работают относительно этой опорной точки. Рассмотрим методы использования данного элемента Gizmo. Мы видим, что при наведении курсора на одну из осей, она начинает подсвечиваться. И появляется небольшой крестик. Если мы сейчас нажмем левую кнопку мышки, когда выделена ось подсвечена желтым цветом, мы сможем перемещать относительно выделенной оси данный элемент. Это же действие возможно и с любыми другими осями. Также работает этот инструмент на любых объектах. Кроме этого мы можем заметить, что у нас есть небольшие уголки между перпендикулярными осями. Если мы возьмем за уголок, мы сможем перемещаться вдоль соответствующей выделенной плоскости. В данном случае это ZY, ZX, ну или нижняя плоскость XY. Можно взять за опорную точку в центре, появляется специальный квадратик, и перемещаться по центральному элементу в нескольких направлениях одновременно. Во время перемещения мы можем увидеть в строке состояния координаты перемещения нашего объекта, которые отображаются вот здесь, в соответствующих полях вывода информации. Ну и ввода XYZ. Это координаты опорной точки объекта. Соответственно, для того, чтобы переместить объект на определенное количество единиц, мы можем здесь поменять эти координаты вручную и нажать Enter, для того, чтобы объект переместился по нужной оси в нужное направление. Как мы видим, возможны и положительные отрицательные значения. Перед полями ввода находится индикатор переключения абсолютных координат, как сейчас, в относительные. В относительных координатах удобнее перемещаться, если мы хотим сместить объект по оси на 500 мм, мы вводим 500 мм, нажимаем Enter, и объект сместился. Но в данном случае мы не видим абсолютных координат. Что не всегда является хорошим вариантом. Мы можем также правой кнопкой мышки, щелкнув по соответствующему объекту трансформации, вызвать диалоговое окно управления трансформацией. Оно разделено на две части. В левой части абсолютные координаты, которые мы можем менять. В правой части относительные координаты, благодаря которому, задавая определенные значения, мы можем перемещать нужные места, на нужное расстояние offset наш объект. И справа мы видим координаты. Поэтому этот метод наиболее предпочтителен для точного позиционирования объектов во время действия этих команд. Есть возможность с клавиатуры ограничить передвижение определенными осями. За это отвечают клавиши F5, F6 и F7. То есть, соответственно, X, Y, Z. F5, F6 и F7 это комбинация горячих клавиш для ограничений. То есть, таким образом, даже если мы с вами не наводим на соответствующую ось курсор, значит, все равно будет перемещение осуществляться только вдоль активной оси. Ну и кнопочка F8 позволяет активировать режим перемещения вдоль всех осей. Рассмотрим следующий инструмент перемещения, вернее, следующий инструмент трансформации, который называется Select and Rotate. Выделить и повернуть объект. Управляющий элемент данной команды, Gizmo, он же выглядит, как три орбиты, соответственно, которые позволяют нам проворачивать объект вдоль осей соответствующих X, Y и Z. По-прежнему вращение осуществляется вдоль опорной точки. Опорная точка располагается в определенном месте. Ну, кроме того, что есть три варианта вот таких вот орбит вращения объекта, у нас сверху располагается еще четвертая окружность. Она собой символизирует ось, которая выходит из точки обзора, то есть из наших глаз, и каким-то образом идет по пространству. Соответственно, вращение объекта будет осуществляться вдоль этой оси, не существующей виртуальной оси, из точки взгляда нашего. Значит, опять-таки, в полях ввода в строке состояния мы можем менять углы, соответствующие в абсолютных координатах или в относительных. Этот же переключатель работает точно так же. А если мы с вами контекстное меню вызовем, откроется диалоговая окошечка, и мы увидим тоже окно, разделенное на две части абсолютно относительных координат, только заглавлено будет инструмент вращения, где можно осуществлять все те же действия, только вращая наши объекты относительно соответствующих осей. Это же окошечко можно вызвать, если его нет, комбинации, вернее, горячей клавиши F12. И следующий инструмент трансформации, который у нас есть, вернее, целая группа инструментов трансформации, здесь их три, она называется инструментами масштабирования. Первый из инструментов, которые здесь есть, называется выделить и пропорционально отмасштабировать. Значит, гизма или управляющие элементы масштабирования представляет собой вот такой вот трипод, между которым вот такие вот треугольнички расположены. Если мы выделим одну из осей, масштабирование будет происходить относительно этой оси. Если мы выделим уголок, то масштабирование будет производиться по вот этой вот плоскости соответствующей. Ну и если мы хотим пропорционально масштабировать, необходимо завести курсор мышки внутрь то появление треугольника, и мы с вами будем осуществлять масштабирование. Что необходимо знать, используя данный инструмент в 3D Max? Давайте я продемонстрирую работу этого инструмента, чтобы больше к этому не возвращаться. У нас с вами есть два абсолютно одинаковых объекта по размерам. Ну давайте посмотрим какие там размеры и немножко поправим это дело, чтобы размеры были более точные. 400 миллиметров это параметры куба. Мы с вами берем инструмент масштабирования, ну я тоже правой кнопкой вызову окошечко масштаба, а здесь мы можем изменять масштаб по осям или весь. И допустим вот я задаю масштаб этого кубика 200%. Вот здесь показано, что масштаб этого кубика 200%. Сюда я зайду и поменяю второму кубику масштаб вручную. То есть это у нас 800, 800 и 800 миллиметров соответственно. В нашем вот физическом пространстве это два абсолютно одинаковых куба. Но, посмотрите, здесь масштаб 100% и его длина, ширина, высота 800 миллиметров. Переключаемся на этот куб такого же размера. Он должен быть физически 800 миллиметров, но после масштабирования его параметры не поменялись. Они остались на этом же уровне, 400 миллиметров. Только поменялся масштаб. То есть, используя инструмент масштабирования в 3D Max, нужно помнить, что при масштабировании физические размеры во вкладке параметры данного элемента не меняются. Соответственно, если мы не будем это учитывать, последствия во время текстурирования мы можем получить ряд проблем и сложностей. Вернемся, удалив эти объекты, к следующему типу масштабирования. Это было пропорциональное масштабирование, первое. Второе, соответственно, Non-Uniform Scale, непропорциональное масштабирование. Третий вариант называется Select and Squash. Этот вариант искажений характерен тем, что во время искажений объем объекта не меняется. То есть, этот вариант хорош для анимирования различных объектов, тех же людей, тех же интересных поверхностей, потому что в жизни, когда происходит движение, объект не меняет свои внутренние объема, и за счет этого достигаются реалистичные искажения при создании анимации, в том числе и в 3D Max. В зависимости от того, какой параметр здесь выбран, может быть немножечко иначе выглядеть окошечко, диалоговое окно управления трансформацией. То есть, в данном случае, когда мы масштабируем пропорционально, у нас здесь один общий параметр для масштаба, когда непропорционально у нас появляются три элемента с двух сторон, и когда используем искажения сквош, у нас тоже эти же элементы тут как тут. Ну и подытожив все вышесказанное, ориентируясь на справку официальную на сайте, мы с вами видим, что у нас есть три управляющих элемента различными командами трансформаций, это перемещение, вращение, масштабирование, а собственно говоря, мы можем менять размеры в предыдущих видео по настройкам, вы можете увидеть, что мы можем поменять вот в пункте гизма размер управляющих элементов для гизма перемещения, в данном случае выставлено уже 200%, я уменьшу до стандартного значения, и у нас при использовании инструмента перемещения видите, управляющий элемент стал меньше, но по умолчанию он такой и был, я обратно увеличиваю процентное соотношение, вот здесь изменяется размер управляющего элемента при вращении, но здесь соответственно при масштабировании, ну и все остальные параметры, они здесь же присутствуют, и поменять их можно в настройках preferences программы 3D Max, опять же ориентируясь на справку, мы с вами можем увидеть, что команды трансформации здесь приведено 4, 3 из них мы рассмотрели перемещение, вращение, масштабирование, 4 команды трансформации в этом разделе почему-то выведена команда которая называется select and place то есть выделить и установить эта команда служит для позиционирования объекта на поверхности другого объекта то есть грубо говоря это замена похожей опции которая называется автогрид во время создания новых документов прошу прощения новых объектов в данном случае новых объектов создавать не требуется а можно позиционировать уже существующий объект ну как данная команда работает и где она вот она здесь у нее горячая клавиша Y ну собственно говоря горячие клавиши есть для каждой из команд трансформации это клавиша W для перемещения это клавиша Y для вращения это клавиша R для масштабирования значит я вам напоминаю в настройках интерфейса в пункте кастомизации интерфейса вы можете проверить это W команда select and move ну и задать соответственно Y это команда вращения R это команда масштабирования и Y это команда умного позиционирования smartplace давайте посмотрим как данная команда работает мы выделили объект после этого его прошу прощения тут две команды ну два вариации две вариации данной команды мы хватаем данный объект и тащим на необходимую плоскость вот это может быть боковая плоскость как вы сейчас видите это может быть нижняя плоскость это может быть плоскость под определенным углом вот таким вот образом естественно не совсем понятно как данная команда работает непонятно почему у нас объект проваливается внутрь хотелось бы расположить наружу поставить на поверхность данный объект поэтому щелкнув правой кнопкой мышки на иконке мы с вами получим диалоговое окно управления в котором следующие есть пункты вращение позволяет вращать объект относительно определенной оси заданной ну собственно говоря даже если мы там не будем выбирать этот пункт вращение объекта относительно заданной оси осуществляется вот здесь вот следующая команда это select and rotate но у нас есть вот такой вот select and rotate и вот такой вот select and rotate это конечно две абсолютно разных команды и почему они немножко одинаково называются это как бы возможно какая-то недоработка производителя программного оборудования значит ну этот же переключатель вот переводит в вид select and rotate далее мы используем кнопку которая называется use base as pivot в качестве базы использовать опорную точку ну что дает данный элемент ну посмотрите как только мы его активировали по крайней мере у нас с вами объект который располагается он уже не проваливается внутрь пирамидки если мы увидим описание здесь говорится что при использовании этой базы объект определяется вдоль определенных осей и точки контактов довольно расплывчатое описание но работает уже намного интереснее и лучше то есть если мы с вами хотим установить объект на поверхность чтобы не проваливался наш объект в данном случае эта кнопка тоже срабатывает следующий вариант pillow мод он тоже работает достаточно хорошо но там написано что у нас не будет соприкасания поверхностей нет пересечения поверхности объекта с поверхностью объекта на который мы будем располагать то есть эта кнопка должна нам давать соприкасание поверхностей эта кнопка должна это соприкасание не допускать при максимальном приближении скажем так вот и на пирамидке это тоже у нас вот работает мы устанавливаем смотрим как это будет работать ну хорошо мы с вами от позиционировали объект так как нам хотелось на этой пирамидке а дальше допустим этих объектов может быть он там не один а множество объектов мы допустим склонируем и с помощью данной команды расположим каким-то образом а дальше по какой-то причине требуется взять и все эти элементы вместе куда-то переместить но мы увидим что наша пирамидка улетает отдельно от этих объектов есть последняя кнопочка которая но не последняя по значению которая здесь есть автопарент позволяет связать объекты то есть когда мы их туда устанавливаем эти объекты будут дочерними по отношению к вот этой вот пирамидки в данный момент и если мы выделим пирамиду и попытаемся ее переместить то все эти дочерние объекты будут перемещаться потому что они связаны теперь между собой связи ну можно было связать вручную но это удобный немножечко получается значит и чуть ниже у нас есть ограничитель пассиан зачем он нужен вот когда мы с вами вращали до этого нас вращалась все относительно какой-то определенная оси я напоминаю что у каждого объекта кроме того что есть опорная точка откуда растут наши элементы управления трансформации у каждого объекта есть еще своя так называемая локальная система координат где есть свои оси внутри каждого объекта соответственно когда мы будем использовать переключатели здесь мы с вами сможем ограничить вращение одной определенной осью осью локальной то есть это ось x это ось y это ось z ну и в обратном положении три оси минус x минус y и минус z вот ну это основные возможности по позиционирование одних объектов на поверхности других с помощью команды smart select или select and place почему я сказал команда smart select ну потому что в настройках горячих клавиш select and place команды нет а есть команда smart smart place и у нее горячая клавиша вай назначена это тоже не очень как бы понятно почему у нас эти команды различаются там и в настройках но тем не менее все работает достаточно безотказно благодарю за внимание обучайтесь вместе с нами